Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Я тут готов представить вам свою новую книжку «Жить хочется чертовски неуёмно». Жить хочется чертовски неуёмно. И этого во мне не истребить. Обиженным, отверженным, бездомным, забытым больным только жить. Жить вопреки суждениям рассудка о том, что подводить пора итог. Сидеть не час, но каждую минутку и с самым новым воздухом готов. Забыв друзей и нету фамилии. Забыв друзей и нету фамилии. Вбирать в себе всей сущностью своей шурша нитрат, вечерних звёзд флюиды, в рассветном небе рощах и стрижей. Дивиться как чудесному явлению порханию золотого мотылька и даже своему сердцебиению. Оно функционирует пока. И принимать как высшую награду способность и желание любить единственный дух, который ради, готов, сколько нужно ей на свете быть. И ликовать отнюдь неподдаёмно, всю щедрость принимая бытия. Жить хочется чертовски, неуёмно. Таков мой сказ. Я прям себя защитником считаю Отечество и всех её святынь. Служа в Литве, в окрестностях Боптайи, я защищал небесу родную силу. Я был ракетщик, в должности уком взвода, нёс вахту у сверхточных пусковых и верил, хоть во мне и нету брода, мы вправь развеем недругов своих. На то весомы были основания. Шли весточки к нам из-за рубежа. Ракеты наши вихали во Вьетнаме, сбивали самолёты от США. К нам в части возвращаясь в наградах. И с опытом войны боец-вецы, без всеми ожидаемой провады, и всякой героической кольцей, они нам были добростим примером. А кроме убедительных вест, как надо, и каким таким манером отстаивают отчистный интерес. И сейчас, когда учебная тревога угоняла в дрожь, сказали, но и тишь, мы знали своё дело, слава Богу, и делали его, не угоришь. Я на них оставник, давно в запасе, иная увлекла меня с тезя. Но сердце жив, ханон, ни в коем разе не предавай, без Родины нельзя. И если над действием не взгода развеет зверь чёрные крыла, я даже предовы, а не ком взвода, постам супротив любого зла. Есть в арсенале огненное слово, и с верой пред врагом стоят компрессы. Вот такова тушимая основа, а из любого манифеста. Парад победы в 45-м. То был особенный парад, он был могучим, всеохватным, от марсов и до солдат. Фундир свежего покроя, на всех ведущих, как в литые, шли сплошь античные герои, и эталоны красоты. Под громозвучные фанфары, отпечатал шаг, зарядом ряд, и дверь всего земного шара тряслась от поступей солдат. Шли непаркетные служащие, нелезоблюды, щелкуны, заматерелые вояки, огнём войны, обошены. Знамёна плыли пламенея, штыков щетинист был оскал, а на трибуне, в залея, генералисик стоял. Слегка усталый, постаревший, не знавший отдыха вовек, но удивительно успешный военный тактик и стратег. Он наблюдал лицом проязни, как наклоняют до земли, по главной площади, по красной, штандарты фюрера несли, как их с презрением швыряли под стену древнего Кремля, и как страна рукоприскала победы, радости, пыля. Всеобщим было рикование, цветов, улыбок, есть числа, через великие страдания к победе Родина пришла, и посему он назвал себя, достойным вечного Ивана. Парад победы в 45-м. Не забываем, Парад. Одно секретаре небольшое, Осталине. Осталине. Его наследство, бывшего кумира, 6 кителей, 5 трубок, 10 брюк, фуража башинелей, по 4, блокнотах и тетрадок, пара штук, белье и 900 рублей на книжке, все остальное мелочь, ерунда. Ее не поместили даже в списке. Кому оно, девать его куда? Не накопив богатства и козыряда, верховный правитель в бельной, ушел в мундире, даже не в парад, с единственной наградой, за льдой. А между тем, могучую державу, оставив на звезде сил своих, стяжавшую и воинскую славу, и необъятность строек заводских, и нестерпил жар, могучих домов, и атомов, и энергии, и мощи, множество приземов и диковин, которые вы, еще, так как же своему маму непостижимо существовать при этом, как бедняк? Все просто. Он при жизни принял схему послушника, откросят это, как служил усердно, истово, бессмерно, себя и свою пасху, не щадя, страна, он поднимал ее с коленей, своих предтечных усилий, превзойдя, он был в трудах, но истину не искал, гостких соблазнов, откровенно чужих, причина же его абсолютизма, а флотный арсенал народных дружек. И по тому, итогам его жизни, оставленных без тяческих порог, явились континент социализма, шестительный, кольтрубов, 10 дружек. Мне 4, на картошку, взят я мамой и отцом, собираем понемножку, чистим наш овощедром, я, помощник, понимаю, что работник никакой, но ведерко собираю, по картошине одной, наше поле рядом с прудом, с кожа красного погреца, а пойдем, сынок, поудим, предлагает мне отец, снастью взятую из дома, оснащает мне прудок, червячка, черносем, наживляет на крючок, взмах, поживо исчезает, меж куршинговых листов, ну, давай, отец, обучает, удивишься мне, готов? Для меня все это новое, и неясно, что тут про, я таращусь бесполково, на пирог и поплавок, он лежит, как будто в дреме, погруженный в тишину, внезапно встал торчком и резко прят в глубину, подсекая, отец волнуясь, мне вопит, Денис, сынок, против меня удивуясь, напрягая свой прудок, самого клонит дугою, цвета блещущей слюды, весноватая, живое появилось из воды, меня оно пришлось свыше, да, это свой незнаком, я бросаю удилища, прикрываюсь рукавом, но отец, худильщик, истый, подняв брошенную снасть, этот свитер серебристый, смог ногам моих подвасть, вот, внушает беспечальный, принимай их, да, разумей, эта рыба как зеркаль, мой заслуженный трофей, я слышу, почти не слышно, что за диво, как давно, как живое, любит, и дышит, серебристый, золотой, где его безусловно жалко, а души звенит в ларио, первая рыбалка, отрывающая их. Помню, помню в моем детстве этот факт неоспоримый, в гарнизоне среди собак, я себе нет, и держись готовы, можно целый день бродянуть в уголочках невидимых, в общем, я малыш, перед нами, пока ждетник, не готов. С однолетками вседневно на площадке возле дома я нехитрую забавой наполняю свой досуг, мани, мани, так рука, пребывающая в дреме, из углубитой полок в леса, из одной заросшей лук, и однажды, я решаюсь попросить запретную манку, ненесли в мною вольность отпуститься со двора, от ровесников сопливых отдаляясь и упрямо устремляя ударь под пол из углубления шатра, я иду трава подходит по пояс, шорох лень и пески чужин, шерсть крылышек стрекозик, гусмелинный басарин, я один, а предо мною мир светущ и благодушен, он впервые предо мною так доверчиво открыл, я вхожу в чертоге леса, нежеланная прохлада, ветви мало пропускают свет сияющего дня, озираюсь, ощущая многочисленные взгляды, кто не в меру любопытно не спускает глаз с меня, нахожу зверек пугливый завалежный таится, полосатая шубейка резвая, словно заводной, а на ветке восседает мне неведомая птица, чистит к нему свои перья, наблюдается за мной, а вверху с восторгом шествует суетливую игру вертся зерушка, лапками держит то ли шишку, то ли сорванное грибу, под листом ручеечка ждет печальная лягушка, когда стрелок не запустит, не затачивает стрелок, что за дива, уж лифца заругадил я передею, сколько читать на мне сказок о словесных проживах, и с волнением небывалым я вытягиваю шею, где-то здесь должна русалка притаиться у медвя, из-под меня семейства ногу, толпачка острогонечных, выжидает мне знакомство с любопытствующим льдой, и вот-вот грядет фатально ожидаемое встрече, приземится рядом ступа с лютой бабой иегой, я волнуюсь искушения удивительного действа, я в реальности и сказке высшей воли заключен и совсем не представляю сути будущих последствий, важно только чтобы совершить это я, и ползор, полноместного однако не случилось с представлением, не решили звуки гнома, встречи небом с дебой, но осталось ощущение неизбанного общения, обоюдного знакомства с удивительной страной, удавалось изглутать мне, тропинку и знакомой, вратился в жилищу своему, до сих пор стали пресными забавой на площадке возле дома и влюбил в себя на мир и светлый простор речная ласковая завость буквально ради пацануи я жажду научиться плавать не получалось я помою семь раз тонуя безнадежно изъян с Василием бороться вновь убеждаясь уже не держит когда подыскующую плоть и вновь я вижу как сегодня кипит от тысячи крика а я стою на мелководье и внух света до губка стою тоскливо наблюдая за собой ладьи вполне как-то постарше воздумает потоки брызг на плотаны брызг на быстрене явно видимо и страсти что-то ремень не по плечу предложил юрка шестиклассник а хочешь плавать научу и обхватив меня за пояс повню с собой на быстрену как обреченного подход швырнув кипящую волну я вновь тону и вновь пытаюсь себя спасти на глубине иду на дно водно толкаюсь глоток и снова я на дне меня опять спасли вверх случайно вытянут мужик а юрка рот безгрево щели слова приклеил мне яблок а я вижу как мною на облаках на каждой звак и юрки я непрекословлен сам понимаю что я слабак и все что завтра утром ранним один на берег прихожу и искушение воду романит купить прохладную хожу я страшно и рогресс безлюбим и если вновь со мной беда и в сон спасать уже не буду буду подгонен и всегда но без особой катетелию бывая на судьбу я расхвостав себя в купели в тишине вдоль берега и познавая его брезда со мной вершится наяву вода решает держит держит непостижимо я плыву восторг дарил не измелься он как волшебный фемиан ура я плаваю и приличательном что сад полудня вновь вода скипает от ребятника кипяток и юрка снова предлагает продолжит прерванный урок шагая с ним не возражая в себе уверенный вполне и юрка вновь меня шевыряет в речь набегающей волне я не брак на помощь громко не зову но улыбаясь безмятежно вполне приемлемо плыву и юрка старшая осилистом присылок его свой ты же от плавок научиться плывешь с работой вновь как как приучал отец калкотик не поделиться не могу ранейка утром по осоту вдвоем шагаем по зерну там камышовые угодья среди них как островок среди коряк на мелководье отцом устроенной дискрадон замаскированный шалаш как вид охотничьих засад он был по-своему домашен хотя от немало стесноват отец на заводе открытый как на поверхности стекла сосредоточит белоритр ауток ставит чучела и вот в скоротке своему громному птиц ожидаем тагунов отец процессом увлеченный призывно крякает в манол о бесспортно мат обмана призывы видимо сладки минуты две и из тумана садятся и навы черпи они на редкость беззаботны их явно норвы не посет но грянул залп громоподол смертоубийственный туплет темно как залп высотает и углушивший нематер не сей отец мне предлагает птиц и птиц и пудками чуя по воде они распластаны бессильны бежат поверх и вниз и замирая я посыдну и уж жаль убитых птиц не скрыть им даже убиенным свой плак природа им дала как для полета совершенной из тела отец по ходу продолжая политик пишет не здоров а я с печалью озираю погибию принявших черпов увы не радует добыча и не прекратил сам процесс уничтожать птич ни в чем кроме интересного но конч идет дорогу моих обмени оценив мне подает ружье в итоге отец давай себе шмальни один червок подефектует от нас не очень далеко отец мне бедливо толкует как надо целиться в него совета слушая послушная измонять их не готов сажу я птицу не на мошку а ниже двойных стволов полю следя счастливым взглядом как улетает гальбик лес мазила он без досады разочарованный отец он звал он звал не раз с собой добычей знатную маня но не увлек меня круглый птиц и прочих зверях это старая яблона всходе я не помню годов и назвать не сумею уверенно что за порода сплошь усыпана множеством ярко-пунцовых плодов разметнулась приводная едва на треть огорода время не пощадило ее изначальной красы ствол коряв жершав из-за входа пришедливой ветки есть дупло что придет воробью если дождь поросит а на нижних отростах машины набегов от ветки но откуда берется только жизненные силы она отчего так щедры ежегодно ее воздаяние может это до ныне непознанная сильная цена связи цена что роднит искрижает основу всего мироздания ощущая ее сокровенную женскую суть сколько общего в ней человеческая суть видает время сроки диктует пытаясь сломать и саду она сегодня два отражает 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 помню год когда силу невеку житейских проблем мы собрать не успели большому ее отражает нет воды не обвали на землю на трот лет поскольку кожа вода и вода зажневает и как будто обиделась ямами на недалеких людей обрести не сумевших ее подношения на плавину через год как обычно плоды появились на ней в непривычном количестве менее чем в плавину позже видимо терпая водич обиды прошла осознала понятно обида плохая затея просила как бы прежде потом в тепла ожила да и мы смеем думать немножко стали умнее ныне снова доставок плавных плодов не окрест и в тени ее крови сороют покой и прохлада да все это непросто душа в дыре все-таки есть ощутима она и кратчайшую сердцу привада и уже невозможно представить мне жизнь без ее без ее аромата и будет светение в мае даже если не яблочко ее не привозить ее заслуживо его из-за растения себя отдавая а сказалось бы просто житейские нужды свели посадили родителя где бы насаживалась статой это старая яблочка водич и до земли собирают плоды ее стихи посвящены моему тренингу я занимался спортивной гимнастикой памяти тренера обворожительной пластикой нас смышлен шагеря он был худезником гимнастики а нам и бог и судья безукоризм растяжечка торт словно крепости фасад трибор и свежая рубашечка парфюм тонкий аромат он приходил в зал гимнастический как шеварье на светский бал глаза за счет ироническую разминку нашим наблюдал а после им заранее заданный для прохождения видов конь грудь слепоется перекладина а кроме больный прыжок все было взвешено во времени и проходило в деловон он страховался так уверенно мы не боялись мучили от перспективы и задател и словно скульптор нас боял а обзывок его пусть лапчатый для нас был высшим испопал и сделав тяготу привычную мы результат не умолишь стать обретаем отвлекившим в этой рельефе крепость мышц любой успех не мог не радовать и ощущения слажаше нет свечой взмыть от перекладины скрудить навольных героев при этом должное внимание и чистоте не описывает аскитину с болезненным чечением а лет в парень и не гнуть мне было все до сердца близкое и это было неспроста попасть на игры олимпийские была заветная мечта отвлекаясь от болезни от спорта как отремесла или глисту поэзия в себе на нужную рекламу и ей не мощь было противиться она как сладкая напасть куда чувств готовно дышится и слов невысказанных глаз и я решился и поздно служить истово всерьез и все от спорта неосознанно свою стилистику привнес тянул носочки строк старательно в строке коленочки не гну чтоб действие было занимательно пытаясь тиснуть на вину и голос меданы незнащимый мой нарушает обеход о чем задумался пусть ласит давайте вернемся твой подход я полграмм перед работой промежки совершал криге и раздражался боководов водивших псов на поводке как возбуждались собаки заведем чаще у меня как с поводков рвались однако увы и бог и судья но как-то утром днем воскреснем ему полоски трусцой и пес даны неизвестный без поводка помчал за мной он вероятно был бездомным большой и добродушный пес и вел себя довольно скромно бежал за мной как службу нес мы вместе тропками шкустами примчали на речной излив июнь и теклы в моей программе непродолжительный заплыв разоблачился миг не долг минуты две и я в реке а пес прилег к водежонке как верный сторож на песке он облегал о как справки и славодана в дверь я посигналил слушай шутливо что застыл давай ко мне что неразумный шутки явно я с опозданием смирнул я все он и стал моей команды вскочил и в воду сиганул он поспешал плавец кулатой одолевая волну наката я вопил назад куда ты уходишь господи напрасный и объяснимый и удоб приключение было властным а называлась она опь нас она насилила избежала и снова прямо вследствие пиле я сплюхал с лапами устало в воздуховавшейся воде я настиг его и цепко рукой загрел ухватя стал просушить прочность сцепки остатки силы выходя мы все же выбрались и были устали упали рядом как срослись я с полчаса лежал не веря что оба все-таки не спаслись трусою я плен сжег меня во флос что же делать мне с тобою непостижимый странный пес нет я не взял его с собой остался полча у жилья тебя постыдно успокоя он не поймет меня на семья забыл отщетной потухи душезонозой упрек мне подарил все уж не друга я подарков принял меня 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 иногда посещает мысль я себя ощущаю я себя ощущаю иностранцем прежней жизнью и конкретно итальянцем мне кажется что мне не раз сидели в Италии хотя я не раз там не был вижу Венецию хотя я ее не раз посещал вот стихи такие в прежней жизни очень давней я встречал тебя однажды в чудном грани на Лизском на Лазонном берегу я был шумным министрелем молодым и бесшабашным и играл я на Леоне так как нынче и могу я бродил по лабиринтам узких улочек портовых распевал свои куплены чуть не в каждое окно и ей попнул мой голос на Лизе и в портовых посему мне и хватало на лепешки и вино в валы бархатной тужурки в березовых колоннах был я вольен слов от птица и в любви не удержит и скучалась сеньориты ночью прыгали с балхона мы цепки объятия уготованные им и счастливое безумие накрывало как волною и отжатых поцелуев в своем плаве на сустав и любовные забавы мне казались игрою суть которых однозначно и достаточно проста без раскаяния прошедшие через сотню увлечений но отнюдь истощивший интерес и юный пыл во владении женским сердцем я не ведал затруднений ну а это не получалось я особенно грустил однажды проведением или случаем в меговый я забрал на местный рынок без особенной в меговый в меговый так бывает ощущение садома устремляющихся на площади в торговой ряды там в узком столпотворении неуёмно говорливым если мера любопытное стерцем с рождением взгляд можно новое услышать увидать любые дива да и чуть подзаработать если песен захотят вижу прошлое как в яме день как божеская милость на соборе кафедральном солнце плещет в ветражах легкий бриз приносит с моря освежающую сырость ощутимо осязаем прихус соли на лунах а вокруг стал потворение суетливые торговцы чуть не зарубки хватают зазывают всех подряд предлагают ткань индийцы зацелованная с солнцем крышконосые армяне апрекосы виноград грех зовет редок спина скакуна вину влекут арабы стремена подковы все продемонстрирует цыган у одних корзинах рыба у других корзинах крабы а у третьих пись на выбор лебедь куча куча коза я не бойся здесь межридарь пробирались легким сердцем есть чему-то процедился там кем-то узнан предлагают спой чего-нибудь свинченцы бутылаврик удостоен аполлонного веса я конечно через полу не чиняюсь не ломаюсь я настраиваюсь струны не спеша беру аккорд я пою и как обычно в нежной песне растворяюсь свой вечный дух вселенной над толпой распростер умолкаю в силе мне свою награду фрукты кто-то мелкую монету кто-то с рыбой беру все щитры и наконец-то судьбоносная минута та, которую ради можно быть на плаку ведь вострова а в преддверии минуты как ошел предосхищение вот сейчас случится нечто необычное вот-вот и оно вершится рядом словно боговоплощение ты проходишь без рядами с кавалером и с господом у него усы воротка а на поясе широком небольшой кашель за счет что жила в рукавах у тебя жемчужин слизко обрагает в локт посольный платье стали и высокой и картины в кувырках ты идешь в турбуре в кровь улыбкой озаряясь выбираешь крабов и золотистый виноград и во всех твоих движениях разочивы величалость и пленительная легкость озерных ручных аяр словно послана небо в этот мир несовершенный как великая загадка иногда рада и сновидений навсегда лишив покоя потрясенного меня я не раз еще в той жизни повторить видение силиз приходил на этот вызвок и свонял самих рядов я глянул толпищу только ты не появилась как тебя и не встретил до скончания готов умер где-то при дороге от скитания пустим дух бродячего поэта навсегда оставил плод чердогодный мирянин писатель на могиле здесь нашел прием принченца в макое его Господь и прежде чем отец создатель разрешил вернуться снова в этот лучший издруг я вернулся слава Богу и пожелаю очень кстати хоть и иное да и климат страсть сурова но зато какая радость мне дарована встреча с той что вкуру ренессанса красотой затмила всех я узнал тебя родная те же бархатные плечи та же сталь и тот же самый взгляд лесенка из-под вверх и опять с тобой рядом некто с пышными усами не подозревая рокового связи что давно мне известен по плечам не знаменит в прежней жизни очень давний был я все же недотекой встретил лучших лучших на бездарных упустим не сразился с господином будь он даже и цеплогом поступил нератротично чем Бога продлил в этой жизни я надеюсь будет чуточку иначе я вину за свой проступок больше не усугублю очарую одурман заманю скраду упрячу забою свои объятия их кому не уступит заботу бабки выше крыши приедет дочь при братец звук а тут еще погрызли мыши и макароны и кругу совсем заели лихоинцы покоя бабки не дают все ночью шутшат под половинцей что-то там грызут грызут но мыслит бабка я управа на нас проклятые найду куплю в магазине отраву и всех подходит из виду однажды днем на антресоле вдруг подозрительный шумок пришила бабушка на поле я вам устрою видит бог стул потащив не без досадок забрас устремил взгляд новорожденные новорожденные и и и макароны макароны и макароны не убегает безоглядно Деловка скрытся под водой, но прикрывает свеча, да смиряйся с собственной судьбой. И сердце дрогого старухи, только удосужилось понять, что обреченная на мухи вот эта мышка тоже мать. Я за знак раскопа судьи, улыбки теплых даяр, сказала бабка. Ладно, плотно, живите, Бог нам судья. Ушла заботка выше, крыша, придет дочь, и тебе перебрать. А мир вокруг живет и дышит, а сердце зреет благодать. Лисквенечная аллея, середина октября, кроны царственной аллеют рыжеполовьем горя. От ковра синих листьев дуб волнующий грибной. Вы с полуденым близко, скрыто серой пеленой, но сквозь полочную плотность продевает солнце света. Умиление и кронус проявляя напоследок. Скоро, скоро белый морок погрузит на трогий сон. А покуда тихий шорох, высыпающийся крон. А покуда суетливый учитель черный по скалу. И синички ждут поживо расцветить собой метлу. А покуда мы шугаем, не спеша, рука в руке. С обоением исчезая, что вблизи, что в далеке. А боим в душе от раны, как в тиши полонтаря. Разве этот линоград в середине октября. Набережная обидь, острое чувство простого. Главное шествие вод, невозмутимой реки. Тулово мощных мостов, натяжеленных опорах. Ружево-чемных игрок, алых буев, поплавки. Чудный октябрьский денек, на удивление погожие. Спелые грудь зереби, крестеристников жар. Утки на стыльной воде, жадно просящие кроши. Солнце сияющий лик, вечный для сущего дар. Сыкнет бесшумно листва, действенный процесс листопада. Музыка тихо ильет, что делается небес. Как благотворный душе солнечный свет, прохлада. Зримый ясно носует происходящих чудес. Как хорошо нам врести и всеми надеть позабытым. И не спеша озирать все, что творится грубом. Чит, чит в перегонке листва, по зачарованным плитам. Далее плывает воржа с перевозимым песком. Закон на щетке рыбак, жарящий страстно поживый. Словно, азорный марк, дымка плывет над рекой. Разве возможно себя здесь называют несчастливой? Разве возможно считают, что определенной судьбой? Но отчего этим всем не раздаваловывать крайне? Но отчего каждый стык, нынешний явик, яняющий? Рядом поджал с плечу непостижимая тайна. Та, без которой весь мир обогревенный пейзаж. Так уж вышло. В зоопарке для чего не объяснили. Может, в целях воспитания, может, просто карантин. В обособленную клетку медвежонка осадили. Рядом парами и группкой, а вот в этой вот один. А уже скучался вечер. Посетителей немного. В отдалении попугаевы вещали про свое. Медвежонку было плохо. Было очень одиноко. Не хватало очень мамы, тела теплого ее. Все, наверное, казалось, было шутною жутью. Этот сумрак, эти люди в одеяниях своих. Он пытался их раздвинуть в металлические прутья. Он протиснуться пытался, сказать суровый гребень их. Он старался без металлашка. Он, растрачивая силы, неокрепшими когтями, Сталь упрямую скоблил. Ничего не получалось. Ничего не выходило. Малышок в медвежей шкуре от отчаяния раскулил. Он случайно оказался посетительницей рядом. И она запрещитала, как нас собственным детем. Миша, милый, успокойся. Миша, маленький, не надо. Мы не плачь, ты мы родим. Нету мамочки. Найдем. И уж столько было в этой воркотне ее участия. Столько ласки материнский голос чувствует в обрам, Что он на заднее поднялся, ободряясь. Малыш несчастный, подойдя к фронтону клетки, Исповедоваться стал. На медвежьем диалекте он печалился ей горько, Что ему невыносимо в этой клетке одному. Что ему спокойнее было где-нибудь забиться в норке, Потому как он не взрослый. И не сильно потому. Он старался торопливо сообщить о самом главном. Что ему пора быть маме, где-то рядышком она. Она встречала голос, обволакивая плавно. Солнопение сирены погружал в объятия сна. И не выдержал решетка. Лег под крутием усталым. Погрузился в сон глубокий. Морд кулакой прикрыл. А сирена барковала, барковала, барковала. А потом шла тихонько снова встреча в посуде. Вот и все. Какой у вас случай. Здесь и фирмы непреложные. Если я по крайней мере сумел разуметь, Жизнь без женского участия абсолютно невозможна. И при этом десять раз. Человеты и двести. Я не знаю, получше, потому что шумно. Ну, как получше, потому что шумно. Ну, простите. Первое зало в областной, там была областная конференция. Если они что-то писали, то есть. Ну, не знаю, получше, или нет. Я не знаю, получше, потому что шумно. Любовь мне и свои поверой дай. Я не могу и петь, ты не слушай. Лучше, по ей, про ей. Ну, ты встанешь, пока ты встанешь. Да моя оттуда зовет. Ты не видишь, как сверка отзовется на посадке. Ты услышишь, как сверка отзовется на посадке. Ты услышишь, как сверка отзовется на посадке. Как приведет, очнулся каждый листик и побега. Ты не ценишь, безорвенность, азовство и постоянство. И не тучи. Ты не тучи. Так. Ты не видишь, как сверка отзовется на посадке. Получи подарок, хорит ноября, или сквозь моё, от юных предпружение с малью, под длинами, придахни меня в игру, получи подарок, хорит ноября, и видя, сквозь мои идеи, пирожные с малью, и прижиги с малью. Не услышно меня так! Аплодисменты 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 Без таб Soziales Музыка леется мотивом печальной осени, Пасть на колени, местом на малины. Кончится, кончится, Если когда-нибудь что-то со мной услужит. Кончится, если в ту жизнь Близардо прервется с тизгом. Кончится, 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 Хочется, если в ту жизнь Близардо прервется с тизгом. Кончится, 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 Хочется, с тизгом. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Бог приходит на выручку нам, и да будет любовь остальную, остальную ты делаешь сам, и да будет любовь остальную, остальную ты делаешь сам.